В школе номер 14 приятное событие. Ученица 11 класса Александра Юлдишева стала лауреатом президентской премии за исследовательскую работу по химии. Хотя изначально эта работа не предназначалась для конкурса, рассказывает девочка, да и проект был разработан вовсе не по химии. Изначально моя работа была сделана для Олимпиады по экологии, в ходе которой я заняла первое место. В дальнейшем проходили конкурсы в школе, на которых я опять же побеждала. И меня отправили на городской конкурс исследовательских проектов. Я заняла первое место. После него был отправлен областной конкурс. В ходе борьбы нелегкой я также заняла первое место. В течение года Александра под присмотром своего руководителя Ольги Александровны Бочеговой ставила эксперименты, проводила опыты и опросы у населения. Девочка тогда выяснила, как мы мало знаем о составе и вредности ежедневно используемых нами средств. Исследовались порошки стиральные на PH-среду, фосфаты и прочие вещества. Выявлялась вредность этих порошков. Использовали мы порошки Дэнни, ушастые няни. Это детский порошок и Ариэль. В ходе чего мы узнали, что Дэнни самый вредный порошок, а ушастый нянь, так как он детский, был безопасней. Вообще школьницу такой предмет, как химия, заинтересовал с первых уроков. Еще в восьмом классе она начала глубоко изучать состав интересующих ее веществ. Девочка с удовольствием делилась своими знаниями со школьными друзьями и родителями. Я исследовала порошки стиральные на PH-среду. В ходе чего я узнала, что PH-среда у порошка Дэнни равняется 14, у шастого няня 6 и Ариэль 11. Что значит, если PH равно 6, это значит, что порошок безопасен для человека и окружающей среды. А вот когда самое наибольшее – это 14, это значит, что очень опасно и для здоровья человека, и для окружающей среды. Это уже вторая премия учеников 14-й школы. Первая была получена несколько раньше на Всероссийском конкурсе по технологии. Александра – это девочка, которая не только хорошо учится на 4 и 5, но еще очень активно принимает участие в жизни школы. Она и пляшет, и поет, и во всех конкурсах принимает участие. В общем, это наша гордость. Завтра Александра вместе с мамой поедет в Екатеринбург, где во Дворце молодежи состоится ее официальное награждение президентской премией. Девочка с волнением ждет этого момента. Она уже знает, какой подарок сделает себе на Новый год. А для родителей и педагогов она уже подготовила новогодний сюрприз – получила высшую награду. Наталья Алаева, Сергей Чижов. Новости нашего города.